Дорогие Вайшнавы, мы продолжаем наш праздник. Дорогие Вайшнавы, мы с вами поучаствовали в Яге, в Житопоношении, мы поучаствовали в Абишеке, омовении Господа именинником. И сейчас мы с вами обсудим всё же тему того, как нерождённый рождается, как Господь приходит в этот мир. Громче? А? Громче микрофон, да? Можете чуть-чуть раз... потому что жарко, и вы друг друга греете, разряжайтесь сюда, сюда можно садиться. Сейчас мы будем говорить о Луне Господа, и Господь сравнивается с Луной, Он луноликий, и Луна обычно освежает, охлаждает. Мы будем надеяться, что мы почувствуем этот эффект. Луне Господа Добро пожаловать в наш канал! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но иногда с этим не нужно бороться, за это не нужно держаться, нужно просто это отдать. И когда мы слушаем Кришна Катхун, когда мы слушаем о явлении и деянии Кришны, что-то начинает происходить с нами. И наша цепкая хватка, такая бульдожья хватка, начинает потихонечку распускаться, и у нас появляется альтернатива, что-то другое. Ну что, отправляемся? Ом-намо-бхагаватэ-васудэй-вай-я. Ом-намо-бхагаватэ-васудэй-вай-я. Мы с вами почитаем из Шимат-бхагаватэ-васудэй-вай-я. Слушайте внимательно. Затем, когда наступил подходящий момент для появления Господа на свет, в отселенной воцарилась благость, красота и мир. На небе взошло созвездие Рахини и такие звезды, как Ашвини. Солнце, Луна и другие звезды и планеты были исполнены покоем. Все вокруг дышало умиротворением. В безоблачном небе мерцали прекрасные звезды. Украшенная городами, деревнями, копиями и пастбищами, земля, казалось, готова была всех одарить счастьем. Воды рек были кристально чистыми, а большие озера, покрытые водяными лилиями и лотосами, необычайно красивы. Деревья и кусты, усыпанные цветами и покрытые богатой зеленью, листвой, радовали глаз. На них в угоду богам заливались пением кукушки и другие птицы, а вокруг жужжали раи пчел. Чистый ветерок, напоенный ароматами цветов, ласкал кожу. И когда браманы, совершавшие обряды, зажгли по ведическим правилам костры, пламя этих костров горело ровно, неколеблемая ветром. Кто сегодня был на Яге? Было такое? Видели? Поэтому в тот миг, когда на свет должен был явиться нерожденный Господь Вишну, верховная личность Бога, святые мудрецы и браманы, которых постоянно преследовали демоны, вроде камсы. Сейчас браманов преследуют демоны? Кто-то чувствует это? Его приспечников ощутили в своих сердцах покой. Браманы ощутили покой в своих сердцах. Одновременно с этим, с высших планет, донеслись звуки литавров. Слышите звуки литавров? Драгу кинара гангарвас, тушту вукси дхачарана, видят дхарас чарнан ришу, апсара бхир сама муда. Кинары и гангарвы стали петь священные гимны, сидги и чараны возносить молитвы, а охваченные ликованием видят дхары и апсары танцевать. Радостные полубоги и великие святые сыпали с небес цветы, собравшиеся тучи слегка погромыхивали, и звук этот напоминал шум океанских волн. В этот момент, подобно полной луне, восходящей на востоке, Верховный Господь Вишну, живущий в глубине сердца каждого, явился во мраке ночи из сердца Деваки. Ибо Деваки имела ту же природу, что и Сам Шри Кришна. Там Адбутам Балакам Амбуджекшам, Чатур Буджам Шанкагадададь Удаюдхам, Шри Ватса Лакшам Галашобха Каустубхам, Питам Барам Сандрапайодасов Бхагам. Восудева увидел новорожденного, у которого были удивительные красоты глаза, похожие на лотосы, и который держал в своих четырех руках четыре вида оружия. Помните, Восудева увидел новорожденного. Кто рожал? Кто видел детей? То есть уже мы видим, это что-то необычное. Кришна появился из сердца Деваки. Его глаза были лотосы, и в его руках было четыре вида оружия. Шанка, Чакра, Гада и Падма. На груди у него был знак Шри Ватса, а на шее ослепительный камень Каустубха. Его тело темное, словно густая грозовая туча, было облачено желтой одеждой. Вот новорожденный родился в желтых одежды. Его пышные волосы разметались, а его шлем и серьги, украшенные бесценным камнем Вайдурья, ослепительно сияли. Этот ребенок, на котором были еще и сверкающий пояс, ручные и ножные браслеты и другие украшения, казался чудом. Когда Восудева увидел своего необыкновенного сына, его глаза округлились от изумления. Охваченный духовной радостью, он мысленно собрал десять тысяч коров и раздал их браманам, устроив таким образом трансцендентное торжество. О потомок царя Барады, Магараджа Парикшит, Восудева понял, что этот ребенок – верховная личность Бога, Нарайна. Окончательно приедя к такому выводу, Восудева полностью избавился от страха. Молитвенно сложил ладони и, сосредоточившись, он преклонил голову и стал возносить молитву ребенку, осветившему своим могуществом место, где он родился. Комментарий Чимбактивиданта и Свами, Правопад. Потрясенный Восудева сосредоточил свое внимание на верховной личности Бога. Осознав могущество верховного Господа, Восудева тотчас же избавился от страха. Кто хочет избавиться от страха? Правопад говорит, как это сделать? Ибо понял, что Господь пришел, чтобы защитить его, Гатта, Баги. Понимая, что перед ним находится верховная личность Бога, он стал возносить подобающие молитвы. Субтитры подогнал «Симбактиви» 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 Мы с вами свидетели этого описания Описание, которое шло из Усшука Девенга с вами И Магараш Парикшит при этом постится Кто сегодня постится? Магараш Парикшит постился уже пять дней и ночей К этому времени И говорится, что его ничего не беспокоило, кроме нарастающей жажды Вот единственная жажда его была это слушать о Кришне И эта жажда все увеличивалась Он забыл про сон, он забыл про еду, он забыл про питье Единственное, что его интересовало, Кадхамрита Кришна Кадхамрита Слушание деяния Кришны И вот вместе с Шукадевы Гасвами Они подошли к этому моменту, моменту Джанмы Рождение Кришны И почему же Кришна приходит в этот мир? Мы находим текст, где Кришна объясняет Кришна говорит, что я прихожу в этот мир для того, чтобы порадовать предных Саду нам, паритерное саду нам Паритерное оказать заботу, защиту, саду Винаше, чадушки там Ограничить душ Крити Крити означает действие Душ Крити, тот, кто совершает глупости, дурные поступки Душ Крити Винаше Разрушить эту душ Крити Эту глупость Дарма самса панарте И восстановить принципы дармы Восстановить принципы религии И что же является сутью религии Которая иногда утрачивается И ради которой Господь приходит И ачарьи говорят Это сэва Это бхакти То есть если есть религия Но там нет бхакти Нет предного служения Господу Она утрачивает свою суть По форме это может быть очень похоже На религию Но там нет содержания И так как люди не знают, что это Они не знают Вот как ребенок Ему можно дать оберточку с под конфетки И что угодно туда положить И он не знает, что это Он принят это за чистую монету Но Кришна приходит для того, чтобы Восстановить принципы религии И когда Кришна проявился У Деваки Это заметили все Заметили полубоги Деваки стало источать Ослепительное сияние И здесь в тексте мы прочитали Что она стала такой же природой Как и Кришна Такой же самой Полубоги, заметив это Они стали приходить И в это время Деваки была в темнице У Камсы Неважно где К ней приходили полубоги Иногда мы думаем, что нам для того, чтобы жить хорошо Нам нужны условия Для того, чтобы нас сопровождало что-то Процветание, успех, удача Но Деваки И Васу Дева находились в самых-самых непростых условиях Я помню, мы распространяли книги Один преданный Подъехала в БМВ Это были 90-е годы Люди на БМВ ездили Из преступного мира И открылось окно И там человек спросил Чем вы тут торгуете? Так бойко Они наблюдали Видели, что какая-то торговля идет Такая бойко Причем на их глазах Как это? У меня на районе кто-то торгует Непонятно Без моего ведома Открылось окошко И пригласили этого предного в машину Присесть Ну так настойчиво Но предный сел И через 20 минут беседы Выяснилось Что это книги о Кришне И что Кришна родился в тюрьме Так оказывается это наш человек И они взяли книги и сказали Если будете здесь Говорите, что вы от таких-таких Никто к вам не подойдет Итак Полубоги Приближались к Деваке И они оказывали ей почтение Они кланялись перед ней Сами полубоги кланяются перед предными Предный носит Кришну в своем сердце И мы сегодня Тема нашего обсуждения Это явление Кришны И явление Кришны Как в физическом мире Но Мы слышали, что Кришна Явился из сердца Деваки И каждый из нас получил Человеческую форму жизни И это шанс Установить Кришну в нашем сердце Мы сегодня празднуем День установления Нитая Говорачандры И нам нужно также Установить Кришну в нашем сердце Хотя он там есть Кто слышал, что Кришна Есть в сердце Всех живых существ И что он добрый друг Всем живым существам Сухридам Сарвабутанам Но парадокс состоит в том Что он не друг каждому Всем живым существам Я сейчас уже проговорился Что он не в сердце Всех живых существ А что он в сердце Каждого из нас Вот каждого из нас Не всех живых существ А каждого из нас И он друг каждого из нас У каждого из нас Есть такой друг Когда он появился Мы услышали Что все планеты И созвездия Стали должным образом Для нас с вами Планеты Это господа Кто-то обращался К астрологу Мы идем И слушаем Астролог говорит У тебя вот такая планета Влияет на тебя Вот тут такая планета В таком-то доме Вот тебе надо То-то, то-то, то-то И мы ощущаем Что мы слуги планет Правда? Но Планеты Слуги Кришны И конечно Когда мы Кто-то слышит Что там Кришна Явился И планеты Стали должным образом Кажется Ну какая-то Сказочная такая Фантасмагория Красивая Но если мы с вами Подумаем И поймем Что планеты Это слуги Кришны Что созвездия Это его слуги Это его энергия У этой энергии Уже есть хозяин Если мы его Не видим По той или иной причине Это не значит Что хозяина Нет У материальной природы Есть хозяин И как она реагирует Когда хозяин Появляется Все становится Благоприятным Лучшим образом И полубоги Стали возносить Молитвы Кришне Они стали Говорить о том Что материальный мир Подобен Древу Дереву Баньяна Очень запутанное Дерево Здесь непонятно Где начало Где конец И корни Этого дерева Питают Тригуны Материальной Природы И лучшие плоды Этого дерева Дарма Арта Кама Мокша Однако Мы помним Это тоже Пример Извет Что на дереве Тела Живут две птицы Одна Клюет Плоды Этого дерева Другая Наблюдает Но Когда у человека Нет знания Какие же Плоды Хорошие Помните Тоже детство Как только весна Приходила Появились плоды И мы тут же По деревьям Собирать плоды Но мы не знаем Какие из них Хорошие Плохие Нам нужно было Проходить через Много-много Опытов Там Дизентерию Какие-то Вирусные инфекции Расстроиться Прежде чем понять Что можно есть Что нельзя Что полезно Что не полезно Но Полубоги говорят Что лучшие плоды Этого дерева Это дхарма Это Процветание Арха Которая основана На дхарме Это Кама Удовлетворенность Которая основана На дхарме И это В конце концов Мокша Потому что Каждый Рожден Для того Чтобы быть свободным Вот мы недавно Праздновали День Независимости Правда Кто слышал Про День Независимости А от чего Независимость Вот от чего Независимость От кого Независимость И мы сегодня С вами в конце Поговорим От чего же мы По-настоящему Зависим Неважно Празднуем мы этот день Или не празднуем От чего мы По-настоящему Зависим Когда Кришна Рождается Планетой Становится Совершенным Образом Но когда Мы рождаемся Мы рождаемся Под влиянием Кармы Мы рождаемся Под влиянием Гун Материальной Природы Это то Что нами Движет Время Нам Движет Гун Нам Движет Карма Движет И это Нас Сковывает Как бы Мы не Боролись В конце Концов Мы приходим К пониманию Что Вот То что Меня Сковывает Вот что Меня Ограничивает На самом Деле И далее Полубоги Говорили о том Что Этим явлением Кришна Ты даешь Всему миру Понимание Кто ты Ты Не даешь Возможность Мыслителям И спекулянтам Измышлять На теме Кто ты И Как ты приходишь В этот мир Самстапа Ты устанавливаешь Своё Превосходство Ты показываешь Кто в этом мире Господин И впереди Нас ждет Может быть Не сейчас Но У каждого Есть Я уверен Почти у каждого Дома Книга Источник Вечного Наслаждения Или Кришна Бук И пусть Сегодня Этот день Будет Днем Когда мы Начнем Читать эту книгу Регулярно Возвращаться К десятой Песне Шимат Бхагаватам К Кришна Бук Источнику Вечного Наслаждения И пусть Эти истории Связанные С Кришной Джанма Карма Чимы Дивьям Божественным Его явления И деяния Станут Нашими спутниками В жизни Пусть Наш ум Подобно Махараджу Парикшиту Ищет Эту Катхамриту И ищет От Шукадевы Госвами Или Его представителя Шилы Правопады Или Его представителя Духовных Учителей И дальше Полубоги Говорили о том Что Этот материальный мир Подобен Океану Его Невозможно Пересечь Вот Невозможно Иногда Мы читаем В комментариях Правопады И Правопады Говорит Какой бы ни был Пловец Чемпион Он не может Переплыть Океан Как вы думаете Это реально Я помню Какой-то эпизод Видео Человек Пытался Какой-то Ла-Манш Переплыть Не знаю Ну Там Несколько Сот километров Один В лодке Такой Очень Вызов И Сохранилось Видео Говорят Его Почему Транслируют Потому что Вот это Единственное Что Сохранилось И там Он в течение Несколько дней Вот Ведет Такой Дневник Видеодневник Что Сегодня Вот это Сегодня Вот это Сегодня Я борюсь С этой Стихией Это было Видно Как он Борется Со стихией Что Это океан Это Это не просто Там Даже Дни Переплыть И Полубоги С чувством Понимания Того О чем Они говорят Они говорят Что Материальный Мир Подобен Океану И Ни одно Живое Существо Не может Пересечь Этот океан Ни одно Не может Пересечь Океан Кроме Одного Способа Кто Кто хочет Узнать Этот способ Полубоги Сказали Принятие Прибежища У лотосных Стоп Кришны Это Единственный Способ Как можно Пересечь Этот океан Принятие Прибежища У лотосных Стоп Кришны Так просто Не надо Шахтах Бурить Не надо Миллионы Зарабатывать Не надо Быть Суперхозяйкой Какой-то Одаренной Нужно просто Принять Прибежище У лотосных Стоп Кришны Представляете Вот это Есть Мокша Так просто Просто Надо Взять И Принять Прибежище И они Описывают Процесс Кто Хочет Узнать Алгоритм Как это Происходит Это Же Интересно Вот Я Принимаю Прибежище У лотосных Стоп Кришны И Теперь Бушующие Океаны И Мы Все Я За Кришну Держу Знаете Как За матч Прижался Наш Там Штормит А я Еду И там Ветер Дует Хотите Узнать Как это На самом Деле Происходит Полубоги Говорят Ровно Тот Самый Момент Когда Мы Принимаем Прибежище У лотосных Стоп Кришны Этот Огромный Безгоничный Океан Превращается Размер Отпечатка Копыта Теленка Вот Становится Очень Маленьким То есть Освобождение Становится Законным Правом Это не Что-то Что нужно Преодолевать Это Просто Происходит Вот Так Это Не То Что Вам Нужно Экипироваться Там Снаряжение Купить Специальную Обувь И еще Что-то Нет Это Просто Происходит Нам Дарится Это И В этот Момент Человек Уже На Другом Берегу Вот Эта Лодка Полубоги Говорят Она Всегда У Этого Берега То есть Никогда Не Будет Такого Что Я Не Успел Знаете Вот Та Партия Уплыла Я Прибежал На Берег Уже Нет Лодки Лотосных Стоп Господа Предыдущие Ачарь Уже Приняли Прибежище Уплыли Все А мы Тут Остались Правопада Уже Ушел Я Не Видел Правопад Господь Чайтаня Был И Мы Не Видели Господа Чайтаня Вот Им Повезло Нам Не Повезло Мы Уже Не Сможем Все Достойные Уплыли Ковчег Был Переполнен Полубоги Говорят Что Эта Лодка Всегда Остается На Этом Берегу И Помните Как Правопад Говорит Как Ценно Не Теряйте Мгновение Принимайте Прибежище Кришны Неважно Сколько Вам Лет Что У Вас За Плечами Я Уже Старый Мне Уже Когда Мы Молодые Ну Вот Дорасту И Придамся Пройду Все Это Надо Попробовать Все Состарюсь И Придамся И Другая Сторона Да Я Уже Старый Куда Мне Тут Это Молодые Пусть Придаются У Уже Не В Этой Жизни Уже Как То Я Уже Свою От Придавался Пропробовать Как Только Вы Поняли Неважно Сколько Вам Лет Сколько Вы Лет Халаву Едите Или Не Едите Как Только Вы Поняли Ценность И Важность Этого Тут же Вручайте Себя Кришне Тут же Поднимайтесь На Этот Корабль Лотосных Соб Господа Итак Почему же Кришна Явился 5000 лет Назад Буми Земля Терпела Огромную Нужду Она Просто Изнывала Под Бременем Сумасшедших Шатарев Которые Копили Военную Силу Копили Ракеты Бомбы Когда Копится Его Некуда Девать И Хочется Кому-то Рассказать Что Я Сильнее Я Главнее Вот Страх Это Самая Сильная Эмоция Знаете Об этом И Его И так Достаточно В жизни Его И так Достаточно Но Когда Люди Начинают Брятцать Оружием Вот Кто Почувствовал Сегодня Утром Страх Кто Почувствовал Поднимите Руку Ну Тут Бесстрашные Подобно Васудеве Предавшиеся Когда Он Понял Что Васудева Это Что Кришна Это Сам Господь Он Почувствовал Умиротворение И предные Они по-другому Конечно Смотрят На Многие События Но Злобные Кшатри Демоничные Кшатри Пытаются Навести Свой Порядок Пытаются Создать Хаос Напряжение И Это Спазмирует Немножко Сознание Человека Это Не дает Человеку Свободно Открыто Действовать Страх Это эмоция Которая Контролирует Все Она Включает И Она Выключает Если Человеку Страшно Он Забывает Про еду Вот Вы Были Голодны Хотели Есть И Вдруг Какая-то Экстраординарная Ситуация Там Что-то Называют По пунктам Что-то Летит И Говорят Там У вас Пять секунд И Вы Забываете Про поесть Про все Остальное Также Само Спать То есть Когда Человек Находится Постоянно В таком Напряжении В страхе Его Сон Нарушается Ему Не до Сна Он Не Может Просто Спать Он Не Может Нормально Совокупляться Он Не Может Спать Он Не Может Продолжать Род Он Не Может Есть Это Невозможно Вот Пять тысяч Лет Назад Демоничные Кшатри Скопили Много Оружия И они Можно Сказать Насиловали Землю Вот Когда Взрыв Происходит Как Вы Ощущаете Вот Земля Что Она От Этого Ощущает А Земля Она Живая В Уме И Сама Земля Она Обратилась Господу Браме Изнывая Под Тяжестью Демоничных Шатри То есть Такова Иерархия Наша Вселенная Есть Ответственные Полномочия Люди Она Обратилась Господу Браме Что Можно С Этим Сделать И Господь Брама Хотя Он Достаточно Уполномочен Он Архитектор Вселенной Наиболее Совершенное Живое Существо Тем Не Менее Он Собрав Ближих Спутников И полубогов Отправился На Швета Двипу На берег Молочного Океана И В окружении Полубогов Там же Была Ибумия Они Стали Возносить Молитвы Пуруша Сукты Молитвы Обращенные Господу К Шерда Каша Вишну И Никто Кроме Брамы Не слышал Брама Получил Ответ Господь Вишну Сказал О том Что Брама Джи Я Приду На землю Я Приду И Пожалуйста Передай Другим Полубогам Чтобы Они Воплощались На земле И Чтобы Они Рождались В семье Яду Таким Образом Они Подготовят Мой Приход И Брама Джи Передал Эту информацию Полубогам Это Была Благая Весть Бумии Другие Полубоги Были Счастливы Это Слышать И Полубоги Стали Являться В семье Яду И Величайшими Личностями Этой Семьи Были Деваки И Васудева И Вот Пришел День И Свадьба Васудева Взял Деваки В жены И Они Ехали На колеснице И Колесницу Вез Управлял Колесницей Брат Деваки Камса И Ведической Культуре Брат Отвозит Сестру В дом Мужа И Вот Они Ехали На колеснице И Говорится Акаша Небесный Голос Акаша Вани Небесный Голос Произнес Камса Восьмой Сын Деваки Убьет Тебя И Представьте Такая Замечательная Церемония Деваки И Васудева Они Молодожены То есть Ничего не Предвещало Чему-то Плохому И В целом Была Праздничная Обстановка Просят Свет Ключить Да Можно Свет Ключить Спасибо И В это время Когда Камса Услышал О том Что Восьмой Сын Деваки Уничтожит Его Тут же Мгновенно Он Схватил Деваки Вообще Вот Представьте Это Просто Мгновение Деваки Его Сестра Он Заботился У него Было Хорошее Побуждение Заботиться О ней Тут же Он Хватает Ее За Улосы И Хватается За Меч И Достает Меч Из Ножен Знаете Вот Этот Звук Металла Когда Он Достается Из Ножен И В это Мгновение Васудева Который Видит Это На Его Глазах Это Происходит Он Понимает Сейчас Произойдет Что-то Ужасное И Он Обращается Камсе Говоря О том Что Камса Мы Все Смертны Что Тебя Так Это Испугало Что Так Тебя Это Встревожило Но Камса Очень Грозно На Него Посмотрела Это Вообще Никак Его Не Успокоило И Тут В Уме Васудевы Стало Все Мелькать Потому Что Они Были Праджапатами В Прошлой Жизни То Для Них Рождение Бога Это Не Просто Ну Вот Ну Не То Что Не Просто Для Них Это Миссия Жизни И Они Знали Об Этом Потому Что В Прошлых Жизнях Они Были Как Сутапа И Пришни И И Их Сыном Был Пришни Гапа И Васудева Стал Думать Как Можно Остановить Эту Ситуацию И Он Тогда Стал Искать Какие То Пути Ты Своим Действием Камса Ты Опорочишь Свой Свой Имидж Ты Представляешь Что Такое Род Это Твоя Сестра И Ты Сейчас На Глазах У Всех Вот Тысячи Людей Стоят На Глазах У Всех Убьешь Женщину Твою Сестру Этого Никто Не Поймёт Кто-то Слышал Кто-то Не Слышал Голос Я Слышал Многие Не Слышали Никто Не Поймёт Как Ты Не Отмоешься Этого Но Камса Камса Был Решительно Настроен И Тогда Васудева Уже Стал Выходить Как-то Из Ситуации Просто Чтобы Снять Напряжение И Внимание С Этой Ситуации Потому Что Камса Видел Деваки И Обычно Демоничные Люди Вот Когда Им Что-то Надо Они Идут По Головам Просто По Головам Вот Неважно Кто Стоит Как И И Тогда Он Сказал Камса Я Тебе Даю Честное Кшатрийское Слово Вот Каждого Ребёнка Который У меня Будет Рождаться Я Буду Отдавать Тебе Причиной Твоей Смерти Не Деваки Но Вот Голос Сказал Восьмой Сын Но Не Деваки Причина Твоей Смерти Восьмой Сын И Я Тебе Отдам Всех Восьмерых И Только В этот Момент Камса Зная Честность Васудевы Его Слово Вот То Что Он Сказал Он Почувствовал Свою Себе Объяснение Он Подумал Действительно Я Сейчас Здесь Создам Столько Паники Я Испорчу Себе Репутацию То есть Для Такого Человека Важна Имидж Важна Репутация То есть Как на него Смотрит И для него Это было Важно Подумал Ну да Васудева Наверное Прав Что я Опростоволосью Как ко мне Будет Потом Относиться Если Помните В Бхагавадгите Кришна Описывает Что Демоны Тоже Совершать Ягью Помните Этот момент Помните И там Такое Интересное Совпадение Как Это Ягья Называется Помните Как Совершенно Верно Она Называется Намаягья Но Важен Смысл Ведь Мы тоже Проводим Намаягья Но Мы Проводим Воспевание Святого Имени Но В контексте Этого Стиха Намаягья Означает По имени Просто Ради Галочки Вот Сделать Ради Имени Вот Чтобы Меня Сфотографировали Что Я Вот Здесь Что Делаю И Повесили Меня Где-то На Стенде Чтобы Пиар Прошел Что Я Вот Зашел Вот В Эту Божественную Обитель Свечку Поставил Вот И Чтобы Во всех СМИ Показали Как Я Это Делаю Намаягья То Ягья По Имени Для Для них Важно Это Все И Вот Рука Камсы Разжалась И Все Выдохнули Поняли Что Этот Критический Момент Прошел Этот Криз Отступил Все Выдохнули И Каким-то Образом Вся Эта Церемония Закончилась И Каким-то Образом Прошел Год Очень Быстро Представьте Очень Быстро Год Прошел И Вот У Басудевы Деваки Появляется Первый Первенец Первенец И Басудева Как и Обещал С тяжелым Сердцем Скрипя Сердцем Они Пообщались С Деваки Простились С ребенком И Басудева Пришел Камсе Как я Обещал Тебе Камс Вот Наш Первенец Держи Он Твой И Камса Посмотрел Что-то Там У него Произошло В его сознании Какой-то Сентимент Пробежал Демон Тоже Сентимент Имеет Тоже Подумал Как-то Жалко Васудева Вроде Честный Такой Принес Ребенка Как это Аж Уверенность Появилась Что Не Обманет Ладно Живите Так Меня Не Первый Бьет Восьмой Восьмого Мне Принесешь И Васудева Удивленный Он Просто Не Ожидал Такого Поворота Потому Что Васудева Знал Природу Демонов И Даже Придя Домой Он Он Просто Не Верил Этому Вот Что-то Внутри Ему Подсказывало Что Этого Не Может Быть Иногда Люди Удивляются Как Он Мог Так Сделать Такой Человек Как Он Мог Так Сделать Ну На самом Страсть Мы Мы Не Ждем Чего-то Другого Человека Потому Что Мы Понимаем Его Природу Особенности Камса Его Демоническая Природа И Теперь Ключевой Момент Очень Такой Непонятный Ведах Описан Потому Что В этот Момент Появляется Нара Дам Уни И Знаете Что Он Делает Он Добавляет Катализатор Знаете Как Волшебник Он Пришел К Камсе Говорит Камса Я Слышал Что Ты Хотел Убить Ребенка Дал Обещание Что Уничтожишь Но Не Выполнил Сво Обещание Уже С Первого Шага Он Камсу Немножко Принизил Ты Не Выполнил Сво Обещание Ну Меня Не Первый Убьет Восьмой Поэтому Бог С ним Это Не Так Важно Камса Ты Не Понимаешь Это С Какой Стороны Считать Восьмой Если С Этой То Восьмой Там А Если С Другой То Восьмой Здесь Понимаешь И Вообще Я Подслушал Диалог Среди Полубогов Что Вишну Твой Заклятый Враг Приказал С Камсой Вы Не Представляете Именно с этого дня Опасность Я царь Я хозяин Сей страна Будет Так Как я Сказал И Настали Тяжелые Времена Матхуры Матхура Мандалы Камса Реально Превратился В параноика Итак Год за годом У Девы Кивасудевы Рождались Дети Второй Третий Четвертый Пятый И И всех Их Камс Уничтожал Не Спрашивайте Меня Как Васудевы Деваки Это Переносили Почему Они Продолжали Рожать Зная Что Это Произойдет Но Не Забывайте Что Они Молились Прошлых Жизнях Много Много Жизни Кришна Об Этом Скажет Им Будущим Когда Они Проявятся Что Они Были Как Пришни Судапа Как Кощапа И Адити И Что Кришна Являлся У них И Что В этом Рождении Он Также Пришел К ним Это Их Миссия Была Это Их Предназначение Было Они Они Молились О То Чтобы Господь Стал Их Сыном Они Очень Этого Хотели И Они Шли К Этому В конце Мы Еще Скажем Тайную Информацию О том Кто Были Эти Дети И Что Не Так Все Плохо Потому Что В конце Концов Деваки Попросила Кришну Вернуть Их Но Это Должно Было Произойти И Вот Седьмой Ребенок Шестеро Уничтожено Седьмой Ребенок Седьмая Беременность Деваки Деваки Засияла И Приходит Йога Майя По Просьбе Кришны Где Кришна Попросила Чтобы Йога Майя Перенесла Этого Ребенка Который В очри В Деваки В Лона Рахини И Кто Это Был Это Был Рахини Сута Сын Рахини Еще Одно Зимен Его Сан Каршана И Еще Одно Зимен Его Бала Дева Еще Одно Зимен Его Бала Рама Неделю Назад Мы С вами Праздновали Этот День И Мы Уже Что То О Нем Знаем И Для Всех Это Было Как Неоконченная Беременность Просто Вот Так Она Исчезла Все Деваки Решила Сына Ребенка И Вот Восьма Беременность Кришна Вошел В ум Васу Девы Который Медитировал На Кришну Васу Девы Это Уровень Чистого Сознания Это Уровень На котором Кришна Проявляется Чистота Сознания И Кришна Вошел В сердце Деваки И проявился В ее Чреве И вот Настал тот Момент О котором Мы сегодня С вами Читали Когда Кришна Проявился Перед Восудэвой Деваки И это Было Дивьям Кришна Говорит Джанма Карма Чами Дивьям И вам Йоветитатватра Тот Постиг Трансцендентную Природу Моего Явления Моих Деяний Джанма Пунарджан Натимам Эти Сорджуна Он Больше Не Рождается В этом Мире То есть Явление Кришны Было Необычным Он Не Представил Как Маленький Кричающий Младенец Он Представил Во всем Своем Благородном Рике Вооруженный Диском Булабой Раковины Лотосом И Так Интересно Это Всегда Интересно Читать Такие Стишочки Это Молитвы Которые Вознесли Деваки И Васудева Васудева Кришна Я Я Тебя Узнал Ты Начало Всех Начал Ты Величественный Браман Цвердуша И Бог Ван Ты Проникаешь Каждый Атом И В сердце Ты С душой Рядом Вот Вот Так Проявился Ты В животике У Деваки Ты Всем Мир Управляешь И Гунами Повелеваешь Камсу Не боюсь Теперь Камса Берегись Злодей Это Комментарии На Бхагават Молитва Деваки Мой Господь Ты В мир Самсары Приходишь В разных Аватарах Вамана Нрисим Харама Вараха Парашурама Ты Господь Верховный Вишну Всюду Твое Имя Слышно Но По милости Своей Ты Сыном Стал Моим Теперь Преданных Ты Защищаешь Демонов Ты Побеждаешь Все же Очень Сильно Я Беспокоюсь За Тебя Чтоб Тебя Камса Не Нашел Стань Обычным Малышом И Кришна Отвечает Дорогая Моя Мама В Эпоху Своем Рувы Ману Моими Были Вы Мамой С Папой Возвали Пришни Сутапа Вы Мне Всем Сердцем Поклонялись И Чувства Обуздать Старались Вы Не Стремясь К Освобождению Просили Просили Благословения Что Вашим Сыном Я Родился Как Пришни Гарпа Появился Желание Вашей Я Исполнил Вам Сердце Радостью Наполнил Затем Я Ваманой Стал Славным А Вы Одите Кощапой И Чтоб Вновь Прийти Сейчас Я В Папы С Мамой Выбрал Вас Духовный Мир На этот Раз Вернетесь Уверяю Вас Меня В Гакулу Отнесите Динанда Магарадж Правитель И Поменяйте Очень Срочно Меня С Яшода Мата Дочкой Итак Кришна Попросил Чтобы Васудева Отнес Его Бавриндаван И В это Время Нанды И Яшоды Родилась Девочка И Если Мы Говорим Об В том Что Кришна Явился У Деваки И Васудевы То Деваки Васудевы Хотели Получить Кришну Своим Сыном Бога Своим Сыном Но Что Самое Интересное Нанды Яшода Они Молились Чтобы Обрести Любовь Кришне Как Сыну Замечаете Разницу Это Огромная Колоссальная Разница Когда Мы Хотим Получить Объект Либо Когда Мы Хотим Любить И Кришна Выбрал Нанду Яшоду Он Попросил Васудеву Чтобы Он Отнес Его Во Вриндаван И В это Время Васудева Под Кришна Это Энергия Кришны Преды Иногда Борется С материальными Вещами Желаниями Но Это Энергия Кришны И Если Мы Выбираем Кришну Если Мы Выбираем Его Лотос Стопы Это Не Становится Таким Жестким И Тяжелым Начинают Происходить Какие-то Чудеса В жизни Человека Итак Нанда Васудева На руках С Кришной Вышел Из Матхуры И Направился Прямо Во Вриндаван Его Дорога Переходила Через Реку И Когда Он Подошел К реке Он Не Понимал Как Он Ее Перейдет Но Вдруг Река Раступилась И Опять Кажется Какие-то Сказки Чудеса Но Что Самое Интересное Когда Человек Подходит К Дверям Аэропорта Вот так Открывается То Это Нормально Это Просто Там Это Фото Эти Стоят Но Когда Сам Верховный Господь Источник Всей Энергии Подходит К Могучей Реке И Она Раступается Это Какие-то Сказки И Так Река Раступилась И Васудева Прошел С Кришной Мы Помним Там Было Много Таких Моментов Один Из То Что Он Уронил Кришну И Таким Образом Его Любовь Кришне Она Усилилась Вот Представьте У вас Новорожденный И Вы Его Роняете Это Очень Сильно Скрепляет Ваши Отношения С Ним Но Слава Богу Что Это Не На Землю Он В Реку Ронил Его И Так Он Пришел Во Врач И Он Оставил Кришну В Доме Яшоды Которая Очень Крепко Спала Потому Что Роды Были Непростые Она Даже Говорится Не Знала Кто Родился У Нее Так Она Была Измучена Родами И Васуд Дева Взял Девочку Которая Является Йога Майя Внутренней Энергии Положил Кришну И Ушел Из Враджа И Когда На Следующий День Яшода Увидела Кришну Рядом И Когда Ее Близкие Спутницы Наперстницы Это Увидели По земле Враджа Пронесся Пронеслась Удивительная Новость Потому Что Нанда Яшода В течение Многих Лет Молились О том Чтобы Любить Бога О том Чтобы Господь Был В их Жизни И Он Пришел Он Пришел В их Сердца Он Пришел В их Обитель И На Утро Когда Жители Враджа Узнали О том Что Кришна Родился Все Стали Красиво Одеваться В этот день Надо Одевать Лучшую Одежду Когда Мы Идем Над Джанмаштами Все Должны Быть Самым Лучшим Образом Украшены Женщины Надевали Сари Браслеты А Мужчины Красивые Чадры Надо Маграч Тюрбан Накручивал И Когда Он Пришел В Опочивальню Вешу Дематы Он Попросил Увидеть Сына И Рахини Деви Говорит Выкуп Что-то Ценное Ты должен Дать Если Ты Хочешь Увидеть Сына И Надо Маграч Он Сказал Бери Все Я Даю Тебе Все И Это Не Было Слово Красивое Это Было Его Состояние Имя Нанда Значает Бесконечно Блаженный И Щедрый А Имя Яшо Да Яша Значает Слава Да Значит Дающая Это Та Кто Несет Славу Другим Не Себе Славу Другим И Это Два Качества Которые Очень Привлекают Кришну Когда Мы Стараемся Прославить Других Дать Им Славу И Когда Мы Щедро Заботимся О Других И Когда Пришли Пастухи В дом Нанды Махараджа Знаете Что Они Говорили Когда Полубоги Молились Кришне Они Просили Благословения Когда Деваки И Васудева Молились Кришне Они Просили Защиты Но Знаете Что Жители Вриндавана Говорили Кришне Живи Долго Живи Долго Будь Счастлив Они Благословляли Кришну Это Вриндаван Это То Чему Нужно Учиться У Жителей Вриндавана Любить Кришну Это То Что Привлекает Кришну Это То Что Привлекает Самого Богатого Идти В Дамагопи И воровать У них Масло Это То Что Привлекает Безграничного Стать Маленьким Ограниченным Это То Что Привлекает Самого Сильного Стать Слабым И Плакать Защиты Мамы Яшоды И В конце Завершения Я хотел бы Рассказать Немножко Вот Этот Важный Момент Мы Сегодня Говорим О Явлении Кришны И Явлении Его В нашей Жизни Итак Шестеро Сыновей Шадгарпхи Олицетворяют Анардхи Или Демонические Проявления Кама Вожделение Кротха Гнев Лобха Жадность Моха Иллюзия Мада Безумие И Мацария Злоба Или Зависть Эти Шесть Анардхи Были Устранены Из шрева Деваки И Деваки Олицетворяет Бхакти Камса Олицетворяет Страх Материального Существования Поэтому Деваки Ощущало Это напряжение Это страх И это нормально Что Преданный Тревожится Он испытывает Страх Находясь В этой Материальной Среде И преданный Ищет Прибежище У Кришны Но есть Вещи Есть Анардхи Есть Демонические Проявления Которые Нужно Очистить Сердце И После них Пришел Баларама Чрева Деваки И Баларама Олицетворяет Гуру Татву Чистое Трансцендентное Знание Вот у нас На алтаре Скоро будет Арати И мы увидим Джаганатху Баладеву И Субхандру И раз в году В Джаганатпуре Проводят Радхаятру И когда Джаганат Бладев Субхандра А Джаганат И это Есть Сам Кришна Выходит На улицы Города Первая Колесница Чья Едет Баларамы Вторая Субхандры И только Третья Кришна И Баларама Олицетворяет Гуру Духовного Учителя Гуру Вакью Его оружие Спутник Это Плуг И когда Мы Вручаем Себя Духовному Учителю Доверяем Себе Ему Он Зачем Армия Ну я Возьму Пару На конь Положу И отвезу И Это был Яват Место Яват И Кишори Кунда Он там Наклонился Чтобы водички Выпить И И когда Он Выпил Водички Он Смотрит В эту Кунду И Видит Сари Видит Какое-то Лицо Женское Очень Он подумал Может там Русалки Плавают Он так Отошел В сторону И Слышал Коней Его Заржали Его Коней Обычно Ржут На чужих Когда Кто-то Чужой Появляется Для Него Это Знак Он Подумал Кто Здесь Он Стал Осматриваться Никого Чужих Нет Но Коней Продолжали Ржать Он Вернулся Опять К Кунде Он Опять Увидел Это Преображение В себе Женское Лицо И Он Просто Испугался Он Был В шоке Он Стал Смотреть На себя На свои Руки Гладкие Лишенные Волос И Стал Замечать Что Как-то Тело Его Преобразилось И В это Время Появились Гопи Которые Пришли За водой Говорят О Прекрасное Дево Ты Кто Такая Ты Откуда Ты Чья Будешь Ты Чем Занят У тебя Какое Служение Вообще Во Врадже Ты Какое Служение Несешь И Камса Не Мог Ничего Сказать Он Был В шоке Говорит Да Я Камса Я Царь Матхуры Они Так Друг На Друга Посмотрели Посмотрели На Нее Так Так Рассказывай Рассказывай И Рита Почувствовала Голос Радхи Приведи Его Ко Мне Они Воскрутили Привели К Радхи Гопи Это Гопи Сделали Камсу В теле Гопи И Когда Ее Привели К Радхи Камса Не мог Согласиться С тем Что Происходит Она Спросила Ты Кто Он Говорит Я Камса Я Царь Говорит Ну Ты Можешь Быть Гопи Оставайся Во Враджи Будешь Гопи Будешь С нами Нет Нет Не хочу Не буду Свят 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 Только Не Это Камсон Ну Ты Теряешь Такой Шанс Как Хочешь Отведите Его Обратно Только При Одном Условии Что Ты Никогда Не Придешь Во Врадж И Никого Сюда Не Пришлешь Конечно Клянусь Божусь Всем Скажи Что Никогда Этого Не Произвед Да Его Истрим Глав Бежал Из Враджа Как Ошпаренный То есть Нам Тяжело Просто Оставить Вот эти Доспехи Ложных Представлений О себе Ложных Представлений Которые Мы Тянем С собой Иногда Пытаемся Протянуть В Духовную Жизнь Но По милости Гуру Который Своим Плугом Спахивает Наши Ложные Представления Это Называется Трансцендентное Знание Дивиагиана Итак Первый Гуру Он Спахивает Наше Оскверненное Извращенное Восприятие И далее Субхадра Субхадра Олицетворяем Бхакти То есть Предное Служение То есть Духовный Учитель Водит Нас В это Таинство Бхакти Он Водит Нас В этот Мир Бхакти И Предное Служение Это Не просто Деятельность Это Не просто Работа Это Трансцендентная Деятельность Нематериальная И благодаря Соприкосновению Субхадрой Или внутренней Энергии Атмамая Внутренней Энергии Кришны Мы начинаем Осознавать Другой мир И тогда Появляется Джаганат Кришна Итак Просветленные Трансцендентным Знанием Которые Мы получаем Адгуру И Преображенные Или Соприкосновенные С Бхакти Почувствуют Что это Такое Мы становимся Способны Принять Кришну В своем Сердце И Сегодня Это День Когда Кришна Является Когда Он Рождается И Он Рождается Не только У Дева Кивасудевы Не только У Нанды Яшоды Он может Родиться В сердце Каждого Из нас Только для Этого Нужно Эту Ценность Приобрести Ценность Того Что Кришна Я хочу Тебя Я хочу Тебя И Я хочу Любовь К Тебе Это то Чему Нас учит Гуру Ари Кришна Приня Спасибо Большое Сейчас Продолжение Следует Продолжение следует